Хорошо, Рахель, давай Божьего благословения. Будем молиться. Аминь. Так, все, помолимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Царю небесный, утешителю душа истины, И же бездесы, и вся исполняя Сокровища благих, и жизнеподателю Приди в сели сирны, и очистины От всяких скверных, и спаси блажей Души наши. Господи, Создатель, Творец наш, Судья наш, Господь и Бог, Молим Тебя и просим, в этот день посети наши занятия. Не дай нам уклониться ни направо и ни налево От истинного понимания смысла. Господи, воразуми нас словом Твоим. Дай нам поучиться от Него На пользу нам, Господи, и нести Его другим людям. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, занятия. Мы остановились на 10 главе. 10 по 13 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. И видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец, и разгоняет их. Ага, благодарю. А наемник бежит, потому что наемник, потому что наемник, и не родит об овцах. Толкование блаженного Феофилакта Болгарского. Так как приставшие к Февде и Иуде и прочим отступникам были убиты и погибли, то прибавил. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить, называя ворами их и подобных им. А я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь. Они убивали и погубляли своих последователей. А я пришел, чтобы жили и имели нечто большее, именно причастие Святого Духа. Под чем нужно разуметь и Царство Небесное. Итак, во Христе все имеют жизнь, ибо все воскреснут и будут жить, а праведники получат и нечто большее, именно Царство Небесное. Потом ведет речь о страданиях, говорит, «Я, жизнь, душу мою полагаю за овец, вооружаясь им, что он идет на страдания не по принуждению, а добровольно. Когда взяли его, он сказал, «Если меня ищите, то оставьте сих, пусть идут, чтобы исполнилось слово, что никто из них не погиб». Иоанн Галитуана, 18 глава, 8 стих, 17 глава, 7-12. «И при том, тогда, когда иудеи пришли, на него хуже, чем волки на овец, ибо пришли, сказано, с мечами и колями, чтобы взять его». Лука 22, 52. Под волком здесь можно разуметь и мысленного врага, которого Писание называет и львом, 1 Петра 5, 8, и скорпионом, Лука 10, 19, и змеем, Бытие 3, 1, Псалом 90, 13. Говорится, что он похищает овцу, когда пожирает кого-нибудь через худое дело, разгоняет, когда посредством злых помыслов смущает душу. Справедливо можно назвать его и вором, который обкрадывает через лукавые помыслы, убивает через соглашение с ними, погубляет через дело. Иногда прирожается кому-нибудь помысл злобный, это будет воровство. Если человек согласится с лукавым внушением, тогда можно сказать, дьявол убивает его. Когда же человек на деле совершит дело, тогда он погибает. Может быть, и это значит слова. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Господь делает совсем иначе, чем этот вор. Он дает божественную жизнь, освещает и помыслы наши добрыми внушениями, и тела добрыми делами, дает и нечто преизбыточествующее, именно то, что мы можем приносить и другим пользу посредством дара учительского, а также и Царства Небесного, как бы придавая нам некоторую лишнюю награду. Он подлинно добрый пастырь, а не наемник, каковы начальники иудейские, которые не заботятся о народе, а имеют в виду только то, чтобы получить с него плату. Ибо они не искали не пользы народу, а себе прибыли от народа. Вот этот стих непосредственно отразился на общине Потеряевской и Барнаульской, которая находилась в канонической юрисдикции Русской Православной Церкви за границей. У них были между Московским Патриархатом, то есть Русская Православная Церковь за границей до 90-х годов какого-то времени, вообще не признавала Московский Патриархат за церковь и таинство. Также и в ответы и они не признавали. И вот шли переговоры насчет признания таинств, то есть признания друга, дифхаристического общения. А община Игнатия Лапкина, она состояла изначально, то есть и сформировалась, то есть они туда подали запрос в Русской Православной Церкви за границей. В Московском Патриархате она никогда не была. Как бы то же самое, как если вот мы в Греческой Церкви, я никогда в ней не был, то есть наш приход, к примеру. Также и она никогда не была, но всегда внутри Русской Православной Церкви за границей они признавали благодатность Московского Патриархата. В отличие от РПЦЗ. Ну вот прошли переговоры, были тайные какие-то переговоры, нельзя было снимать, и РПЦЗ, можно сказать, продала все свои приходы, отдала просто Московскому Патриархату. И соответственный приход Игнатия Тихоновича Лапкина. То есть, но никакой приказ, как бы, не то что приказ, имеется в виду, это дело было абсолютно недобровольное, и в итоге сейчас в таком положении находится оно, что они поминают предстоятеля РПЦЗ, а РПЦЗ прислал и открещивается от них, говорит, что в наших, типа, этот приход в нашей канонической территории не состоит. То есть, как правило, расколы всякие, как происходят, что кто-то отделяется, кто-то не признает, допустим, перестает подпоминать Патриарх и отделяется, что-то не нравится. Здесь все нравится, никакого раскола не было, а сам предстоятель РПЦЗ за границей, можно сказать, бежал от своего прихода. Но это приходу никак вообще не мешает, поскольку это не раскол, потому что раскол такого не бывает, потому что никто, ни у кого не убежал, тут убежал сам предстоятель и благословил перейти в Московскую Патриархию. Но это все равно, чтобы вот я вот в приходу, мы бы сейчас, наш Патриарх благословил нас перейти в Греческую Церковь. Это вот то же самое с родни точно. Ну и благословил, благословил, никакой этой силы вообще не имеет. Это вообще с христианством не связано даже, вообще нисколько. И вот Господь говорит, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, то есть Московскую Патриархию, и оставляет овец, и бежит. То есть он оставил приход и убежал. Вот так это мы видим, что произошло непосредственно с приходом. И в итоге Господь поставил в такое самое лучшее положение, которое, наверное, когда-либо какой-то приход занимал на земле. Это когда есть евкаристическое общение с Московским Патриархатом, упоминается также РПЦЗ, но никто, никакие команды не может дать, то есть не подчиняется, нет подчинения, то есть прямого общины к руководству РПЦМП или РПЦЗ. РПР, русская православная церковь за границей, сама отказалась от этого руководства, РПЦМП, Московский Патриархат не претендует, то есть и устраивает это положение. То есть в итоге все признается. То есть Господь делает какие-то чудеса, просто очень большие, для Игнатия Тихоныча Лапкина, его общины. Такого хорошего митрополита поставил, которую Бог еще, можно сказать, большой подарок сделал к концу жизни. По сути дела, теократия. Да. Ну вот так же здесь мы видим, что если, о чем еще говорит Господь, о помыслах, дьявол, то есть приходит и похищает человека, то есть разгоняет, то есть он обкрадывает человека, обкрадывает, если он нам внушает какой-то помысел, если мы его принимаем, то мы через это умираем, а если уж совершаем дело, то мы через это уже вообще погибаем окончательно. То есть и такой тоже пример. по этому месту писания и вообще каким-то другим вопросом. Есть какие-то заявления, предложения, жалобы? Это по сути дела, знаешь, вот я уверен на сто процентов, что когда ты начнешь полностью по Библии делать разбор полетов с каким-либо священником и Московской Патриархии и РПЦЗ, то он так же сделает, как сделают этот Капрал, митрополиты Иларион, где он там, в Австралии или где у него кафедра. Он так же начнет от тебя отрекаться. Проверьте, кто не верит. Любой священник практически начнет от тебя отрекаться. Да. Вот эту трусливость, вот это, без нежелания брать ответственность на себя нисколько. Это угождение миру, оно делает человека трусливым очень. Ты не можешь, и естественно, ты с тебя сразу, ты от всех тех, кто людей, кто хоть немножко имеет какую-то мужественность, дерзновение, ты от них отходишь. То есть, они как огня боятся таких людей. Для них это как шумасшествие. То есть, у них надо, чтобы спокойно, на душе спокойно все было. Никого не тревожить, ничего не говорить такого. Правду, но тоже умалчивать, потому что не готовы. Но это не христианский путь. Евангелие Таван, 10 глава, с 14 по 16 стих. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю завет. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех належит мне привести, и они услышат голос мой, и будут одно стадо, и один пастырь». Толкование. И отсюда ты можешь узнать различия между пастырем и наемником. Наемник не знает овец, что происходит от того, что он не назирает за ними постоянно, ибо если бы он постоянно смотрел, то знал бы их. «А пастырь, каков Господь, знает своих овец, потому и печется об них, и они опять знают его, потому что пользуются его надзором, и по привычке узнают своего покровителя. Прежде он узнает нас, а потом уже мы его. И не иначе можно познать Бога, как бы в поздном от него». Первый Калимфонум, 13 глава, 12 стих. Сейчас прочитаем. Так, еще раз. 13-12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусловое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, тогда же лицом, к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. То есть, да, мы познаны заранее Богом. То есть, не мы Бога избрали, а Он нас избрал. Избрал и поставил, как там говорится, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить, не попросить от отца, во имя Ее Он дал вам, во имя Его, Мое. Иоанна, 15 глава, 16 стих. Говорит, Господь, заранее зная нас, наперед в нашу жизнь, нас предизбирает для этого. А уже после мы делаем выбор. Ибо Он прежде усвоился нам плотью, став человеком, потом уже мы усвоились Ему, получив дар обожения, желая показать, что неуверующие недостойны быть познанными от Бога и не суть овца Его. Он знал, Он сказал, «Я знаю моих, и мои знают Меня», как написано, «Познал Господь Бог своих» 2 Тимофея 2,19. Часто повторяет, «Я жизнь мою полагаю за овец, для того, чтобы показать, что Он не обманщик, ибо выражение «Я свет», «Я жизнь» для немысленных казалось надменными, но слова «Я хочу умереть» не заключают никакого самохваления, а напротив выражают великое попечение, так как Он хочет предать себя за людей, которые бросали в Него камнями. Есть у Меня и другие овцы. Это говорит об язычниках. «Они не того двора, которые под законом, ибо язычники не ограждаются законом. И тех надлежит Мне привесть, ибо и эти в рассеянии, и те не имеют пастырей, и благоразумные, и способничные к вере из иудеев были без пастырей, следовательно, тем более язычники. Мне надлежит собрать язычников и иудеев». Слово «надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует. «И будут одно стадо и один пастырь». Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника Галатам 3.28 и никакого различия, ибо у всех один образ, одна печать крещения, один пастырь, Слово Божие и Бог. Пусть состудятся манихеи, отвергающие Ветхий Завет, и услышат, что одно стадо и один пастырь, ибо один и тот же Бог Ветхого и Нового Завета. Какую любовь Господь показывает и попечения. Как Он еще нас познал заранее, а тем, что Он умер за наши грехи. То есть, мы еще не родились даже, а Он уже нам даровал спасение через свою смертную, через свою смерть на Голгофе. поскольку мы-то еще когда не родились, и мы еще много не согрешили, еще не было греха, а Он уже заплатил за наш грех. То есть, поэтому для тех людей, которые считают, что Бог как бы их отверг заранее, то есть, многие считают, что есть такие люди, которые, что все предупределено, что человек уже предупределен для ада. Сам факт того, что Господь заплатил за наши грехи на кресте, при том, за всех, которые в Него уверуют. И тем самым Он показал, что Он всех призывает ко спасению. Но человек уже сам избирает. Примет он эту жертву, уверует в это, изменит свою жизнь или останется отверженным. Но Господь, мы видим, жертвой Своей показал нам свою любовь и избрал и избрал нас. А те, кто не приняли это избрание, только по своей собственной воле. А вот я хочу сказать, другая сторона тут в этом есть. Вот я овечка, глупая, бестолковая, но у меня появилась способность слышать голос пастыря и отличать его от голоса лжепастыря. Вот чтобы мне не говорили, как бы там моих учителей не проклинали, всякие пакости на них не говорили. Но у меня появилась способность фильтровать вот истины от лжи. Вот такой вот у меня расклад. Ну все, сестра, если все бьет писанием, то есть человек не отступает от писания, и святых отцов и различать начинает. Это же Господь, Святой Дух дает это. Однозначно развлечение. Так испытывать, написано, испытывайте духов от Бога альния. А как испытывать? Испытывать писанием. То есть если вы различаете и у вас Бог вам это дает и вы это испытываете писанием, что действительно у вас различие идет, то есть вы смотрите как вам наставляется, как вам Дух наставляет и оно соответствует тому, что Господь говорит. то это от Бога. И это дает Бог всем, ну и рожденным свыше, рождение свыше это в том и заключается, что Духом Святым человеком и уже ему не требуются учителя. То есть какие-то сверх, то есть ему церковь, которая уже дала учителя, человек этим и довольствуется. уже он будет сам избирать учителей без учителя, как бы так сказать. Потому что если человек Святой Дух его не просветил, он отвергает учителей церкви, он отвергает правильное толкование. А это же и есть правильное и ложное толкование, это и есть различие. Различие лжи от правды. То есть вот выходят сектанты на Игнатия Тихоновича, смотришь, они говорят, вот я родился свыше сто процентов, я Вадим и Духом Святым, я покаялся, все. А Игнатих правильно говорит, а как так, почему тогда Святой Дух тебе не сказал, что ты не в церкви, к примеру, да, и все. То есть Дух Святой открыл, а если человек в церкви находится, изучает Писание, участвует в таинствах, ведет христианскую жизнь настоящую, то естественно Дух Святой его ведет и показывает различие между правдой и ложью. Слава Богу, сестра. Думаю, да, научены Богом. Научаемся от Бога. Так. сектантское толкование и вообще понимание и вообще само мировоззрение оно очень мутное. Оно тем отличается, которое, если ты его начнешь рассматривать, оно окажется, что только путает все в голове. То есть все не сходится. Оно, если вот так даже взять, вот реально, вот посмотреть, оно нелогичное просто. вот как будто дьявол, вот он использует эту нелогичность, вот эта противоречивость. То есть ты выбираешь, допустим, одно место писания, толкуешь его определенным образом, и это твое, а другое место писания этому противоречит. но ведь надо сделать усилие над волей своей, то есть прям надорваться, чтобы это противоречие не заметить, то есть его не замечать и все равно считать по-другому. Ну это как если бы, к примеру, ну вот ты подносишь ложку к рту, да там, ложку неправильно держишь, как-то неудобно, но всю жизнь так ешь. И тебе человек другой подходит, говорит, ты неправильно ешь, ешь правильно. И вот и более удобный способ тебе дает, который лучше явно. И вот с этого момента то есть человек, он допустим может принять этот способ, да, и начать есть по-новому способу, а может не принять просто, и этот способ неудобный, который он ест до этого. То есть ему он не подходит, но он просто уже по собственной как бы гордости, прям, чтобы не изменить своему обычаю, не изменит. Вот то же самое и когда говорят еретик, он развратился. То есть он уже избрал этот путь, сам осужден. И вот мы должны это всегда избегать, когда нас кто-то исправляет, и рассмотреть в правде, если действительно правильно говорит, то это признать надо и изменить. А если неправильно, ну тут, а как оно познается правильно или неправильно? Ну вот много вопросов можно к этому задать. Это лучше или не лучше, удобнее, неудобнее. Например, вот если по бытовым, да, вопросам. Если удобнее, то справедливый укор, если нет, то несправедливый. И так же и в Писании понимается. Если это не противоречит ни с одним местом Писания, то это справедливо, все, ты не можешь это отвергать. Если ты отвергаешь, ты делаешь насилие над своей волей и над своей совестью. В итоге все, муть в голове одна и ложь. Иоанна 6.44 У пророков написано И будут все научены Богом, всякие слышавшие от Отца и научившиеся приходят ко мне. И вот читаем дальше. Вообще то, что язычники будут так же в Царстве Божьем, что Господь, Мессия придет и ради них тоже, это так же в ветхозаветных пророчествах есть. Ну и вот видно, что это особо-то никто не хотел это принимать. Потому что раз даже Петр, когда удивился, что язычникам даровано спасение и апостолы, то есть эти места Писания им как бы еще не были открыты, о чем они говорят точно. Это ветхозаветные места Писания о том, что и в язычников будет, для язычников будет спасение. Десятая глава 17 по 21 стих. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. И никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил яд отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распри. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует. Что слушаете ему? Другие говорили, и это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым? Так как его называли чуждым отцу, обманщиком и губителем, а не спасителем душ, то настоящими словами он объявляет, я не губитель душ ваш, губитель ваш, и я готов за вас все претерпеть. Если уж не по-другому чему, то потому что Бог возлюбил вас столько, что и меня он любит за то, что я умираю за вас. как как я буду обманывать вас, когда знаю, что вас Бог любит. Напротив, не лучше ли решусь умереть за вас, если для иного чего, то для того, чтобы отец мой за это еще более возлюбил меня. Вы, жажите моих крови, но знайте твердо, что без моей воли никто не может пролить ее. Так как они разделились и восстали друг против друга, то к чему еще было ему противоречие хульникам, когда при том он нисколько не будет иметь от них доверия. Ну вот, смотрите, да, вот Иисус Христос, как его воспринимали, да, вот говорит, многие из них говорили, что он одержим бесом и безумствует. Они для них, то, что он говорил, было безумием, и одержимостью. Он говорил очень дерзновенно, как власть имеющий. А для тех, кто не хочет этой властью делиться, которые умеют и народы, для них это было невыносимо. И поэтому они придумали всякие оправдания, так устроено лукавое сознание людей, чтобы как-то это объяснить надо, что это одержимость бесом. Но вот тут другие говорили справедливо. Может ли бес отверзать очи слепым, тем более выставлять такие факты, которые должны человека переубедить. Потому что слепорожденный это надо воссоздать заново глаз, если он слепорожденный. То есть это может делать только творец, это даже знамения такие, не дьявол, я так понимаю, делать не может. вот любого что, вот интересно, как это рассматривать-то надо, что действительно есть такие факты, которые ставят в тупик. И что человеку либо придется принять этот факт и отменить свое мнение, дошел надержим бесом, либо озлобиться еще сильнее, то есть второго пути нет. То же самое со Словом Божием. Если Слово Божие говорит что-то, и вот вы заметили, если кому-то вы цитируете Слово Божие, он либо растаивает и принимает, либо еще сильнее озлобляется. Другого варианта нету. Либо принимает, либо озлобляется. Полный игнор просто непринятие. Оно так устроено, и поэтому написано, что это как меч обоюдовый острый, который проникает до разделения души и тела, составов и мозгов, и судят все помышления и намерения человеческие. И вот Господь самим Своим делом, то же само дело Господне Иисус Христос, Его Имя, оно вызывает у любого человека такие последствия. Человек либо он принимает, либо отвергает и еще сильнее озлобляется. И Господь поэтому в других местах Писания говорит, не мир я принес, но меч и разделение. То есть разделение произойдет, между людьми происходит. Но обязательно это разделение принципиальное, самое принципиальное, которое только возможно в мире. Допустим, один человек имеет миллиард денег, с женой разводятся и вот у них деление. Но это деление не принципиальное, тут можно примириться и прочее, а это принципиальнейшее разделение. Православные самые непримиримые в этом деле люди, православие, христиане, не допускают даже малейшей фальши. То есть есть истина, Христос, есть божественные истины, а все, что даже хоть имеет малую примесь какой-то лжи, должно отвергаться. И это мы видим, если какие каноны, соборы были, при которых обсуждались такие вопросы, где там мельчайшие детали, мельчайшие, не допускалась никакая ложь, чтобы и анафеме предавали, анафеме предавали людей. То есть было жесточайшее сражение были на этот счет. Не без прикосов, конечно. У кого-то может есть что сказать, слово поговорить. Бог показывает здесь свою любовь, опять-таки он говорит, то есть что Бог отец возлюбил вас столько, что и меня он любит за то, что я умираю за вас. Как же я буду обманывать вас, когда знаю, что вас Бог любит. То есть он им показывает, я-то от отца, если он вас любит, то как я буду вас обманывать. Я даже умру за вас. По сути он их прям вразумляет как может только. Вот интересно было посмотреть, как в жизни эти слова у него звучали все. Десятая глава с 22 по 26 стих. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновым. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал «Я сказал вам и вы не верите Иерусалиме После сему евангелист заметил это время с целью показать, что время страдания было близко, и потому Господь прибыл в Иерусалим. Иудеи окружили его, и, по-видимому, от некоторого усердия к нему и желания узнать истину просят сказать им, Христос ли он? Но на самом деле вопрос был праздный и злонамеренный, ибо тогда, как дела его доказывают, что он Христос, они для убеждения требуют слов. Это, скорее, свойственно шалунам и насмешникам. Впрочем, в вопросах полные неблагодарственные притворства обнаружат их возвращение. Говорят, скажи нам прямо. Между тем он много раз говорил прямо, когда приходил на праздник, и ничего не говорили тайно. Называя само себя Сыном Божиим и Светом и Путем и Дверью, и сорвался на свидетельство Моисея. Посему, уличая их в том, что они спрашиваются злым намерением, Господь отвечает им, я многократно говорил вам, и вы не верите. Ибо, несомненно, что дела гораздо убедительнее, чем слова. Это высказывали умереннейшие из них. Не может человек грешен творить такие чудеса. Иоанн 9,16 Вы, говорит, не веруйте мне потому, что вы не из моих овец. Я, как добрый пастырь со своей стороны, исполнил все, что мне надлежит. Что мне должен был сделать. Если же вы не следуете за мной, то я не достоин звания пастыря. Но вы не... Но... Но то не я не достоин звания пастыря, но вы не достоин звания овец. Да, коль стоит зима, то есть настоящая жизнь, которая всегда имеет смущение от духов злобы, старайся и ты праздновать обновление своего духовного храма, постоянно обновляя и полагая восхождение в сердце своем. Псалон 23,6 Тогда придет тебе Иисус и поможет совершить праздник обновления сего. В притворе Соломоновом охраняй тебя своим покровом и подавай тебе мир от страстей. Ибо он сам будет Соломоном, что значит мирный. Итак, кто по выражению пророка, Псалом 91, выдворяется в крови Христа, мирного, и с тем сам Христос празднует обновление души его. Доколе продолжается зима, то есть настоящая жизнь. Ибо будущий век подобен весне. Тогда все живет и получит новое бытие. Тогда никто не может обновить душу. Все такие дела кончаются с настоящим веком. Ну вот, они ему говорят, ты говоришь, скажи нам прямо, Христос ли ты? Ну это вообще великая глупость, такой вопрос задавать. Поскольку, если дела их не убеждают, ну понятно же дело, что дела свидетельствуют больше, чем слова человека. И потому, когда он сказал в другом месте Писания, видя веру у них, прощаются тебе грехи твои, когда он исцелил расслабленного, которого через кровлю крышу пронесли. Он говорит, прощаются тебе грехи твои. То есть он же сказал слово, прощаются. Но они не поверили словам. И он тогда явил дело, чтобы они поверили. И сказал, встань и ходи. И он встал, тот в расслабный пошел. И тем самым было доказано, показано, что он может и прощать и грехи. Но по глупости иудейской они думали, что сказать-то легче всего. Сказать, ну ты сказал прощаться грехи, а как ты проверишь, прощены у него грехи или нет? Не проверишь. То есть богохульствует. Богохульствует. А здесь они наоборот просят у него, скажи нам, ты ли Христос? То есть слова-то они его не верят. Это чисто праздное было, злонамеренное, как правильно говорит толкователь, праздный вопрос. И он еще им отвечает, ведь он говорит, да я сказал вам, и вы не верите. Но, говорит, дела, которые я творю, они свидетельствуют мне. И вот он показывает, что вы не верите, потому что вы не завет моих. И вот если на сегодня перевести, каждый человек, кто не верит в Слову Божьему, тот не из-за овец Христа. Это надо четко знать. Потому что Господь в другом месте Писания говорит, 8.47. Кто от Бога, тот слушает Слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Ивангелие Туана, 8.47. Ивангелие Туана, 8.49 или 51, вот я сейчас не помню. Господь говорит, истинно говорю вам, всякий. Кто исполнит Слово Мое, тот не увидит смерти вовек. То есть, Слово Мое он сказал, не Слово Отца, а Мое. То есть, этим самым показал, что он Бог. И поэтому мы должны себя всегда исследовать. Если мы читаем Слово Божье и чувствуем, что не принимаем, ну то есть, что оно не вмещается в нас как-то. Мы не принимаем его. То мы, может быть, и не в духе Божьем сейчас ходим. То есть, Слово Божье должно у нас отражаться очень сильно. И мы должны поэтому, и я заметил, чем больше ты его читаешь, тем больше ты его любишь. Чем глубже оно для тебя открывается. А чем меньше ты его читаешь, тем хуже оно для тебя открывается и меньше его любишь. Так Господь связал. А Иван Златоуст говорит, воскресший, воскрешение из мертвых, меньшее чудо, чем любовь к Слову Божьему, вера к Слову Божьему. Поэтому мы должны о больших чудесах быть ревностными и просить Бога молить, чтобы Он нам дал совершенную веру и любовь к Слову Божьему. Без этого мы не выживем просто в этой жизни. Потому что мы нигде, кроме как от Игнатия Тихоновича, к примеру, нигде не получаем никакого уразумления или наставления о том, как правильно жить. Только по Слову Божьему мы можем это получить. Вот посмотрела, где Виктор Николаевич выставил. Что такое звук? Нормально, нет? Ой, что-то там звучит не надо. Вы меня слышите? Алло. Меня слышно хорошо? Слышно-слышно. Я слышу. А тут что-то зашиборчало тут. Ну так вот, я хочу сказать. Когда я смотрела этот видеоролик, а мне на ум пришло, а что же вот сейчас для нас является ковчегом в настоящее время? Что, где мы должны спасаться? И мне сразу на ум пришло, что это священное писание. А потом только я подумала, нет, это церковь. Так все-таки, что, священное писание и церковь, или то, и другое, или все вместе? Священное писание в церкви. Потому что священное писание вне церкви, его невозможно разуметь. Да, правильно. Спаси Христос. Бог таким чудесным образом установил все, чтобы мы не гордые были, что человек может разуметь писание, только находясь в церкви. И слушая учителей церкви. И это, мне кажется, он это устроил именно для, чтобы гордый не мог проникнуть в это дело. Обязательно постоянно читайте писание. Ну, надо в день, ну, прочитывать, ну, хотя бы каждые два часа, без десяти минут, вставать и читать писание. Хотя бы одну главу. И все другое будет. А если с молитвой, допустим, то это вообще все другое. Абсолютно совершенно другая любовь к его слову. Отношение другое. Когда не читаешь писание, то это забываешь, и как будто у тебя не было никогда этого, этой любви. Вот такое свойство. А когда ты пребываешь в этой любви, ты думаешь, как ты без нее мог жить? Иоанна, 10 глава, 27 по 30 стих. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из рук отца моего. Я и Отец одно. Потом, подстрекая их, сказывает и то, что получают идущие за ним. Конечно, такими словами он возбуждает их и внушает им ревность и желание следовать за ним. Коль скоро он подает такие дары. Но спросит иной. Как Господь сказал, что никто не похитит их из руки отца моего, тогда как мы видим, что многие погибают? На это можно ответить, что похитить из руки отца никто не может, а обольстить могут многие. Ибо насильные и самовластные никто не может отвлечь их от отца Бога, а по обольщению мы каждый день запинаемся. Как же, говорит, овцы мои пойдут за мною, и они не погибнут? А между тем мы видим, что погиб Иуда. Но он погиб потому, что не последовал за Иисусом и не прибыл до конца овцою. А я, Господь, говорит об истинных своих последователях и овцах, что они не погибнут, Господь сказал о них. Если же кто-нибудь отстанет от стада и овец и перестанет следовать за пастырем, то вскоре погибнет. Иуда был святым и овцой Бога, но отстал, отпал именно по своему выбору и самовластью. Значит, зло и добро существуют не по природе, но являются и прекращаются от свободного произволения. Видите, мы должны быть овцами, оставаться ими. Господь это и говорит. Видите, но он погиб потому, что не последовал за Иисусом и не прибыл до конца овцою. Мы должны прибыть до конца овцою. То есть мы должны знать свое место, что мы овцы у Господа. И не выставать, как некоторые еротики или даже пастыри, которые как бы тоже у Христа как должны быть овцами быть. Когда они начинают говорить вопреки Слову Божьему, они уже не овцы. Потому что овцы слушают голос пастыря своего, а голос слова пастыря, Христа, это Слово Божие, Библию. А когда овца перестает ее слушать, она уже не овца. Потому что овца послушная, она не прибывает до конца овцою и становится волком. И написано, войдут вам лютые волки, не щадящие стадо. И это сказано конкретно об священстве, священноначале, которые учат нас не по Слову Божьему и живут не по нему. И они не овцы, и они не пастыри истинные, а волки. И вот это место Писания это хорошо показывает. Потому что овца слушают Слово Божие своего пастыря. А они не слушают, не цитируют и никакого авторитета не имеют. Андрей Вячеслав, они-то и даже... То есть они не воротами зашли, неправильно взошли, большинство епископов. В советское время, например. Те были поставлены через КГБ. То есть вообще, я не знаю, через какой черный там ход или через какое место они взошли. Они изначально должны быть извергнуты из Сановым, все. Они не каноничны, как минимум. Самое главное, что я читал правила, у меня шевелились волосы на голове. Правила-то вообще там не только сказано, должны быть извержены, да? А написано, недействительные. Написано, поставленные таким образом епископы, недействительные. Прямо написано так, в канонах. Вот и делай вывод. У меня так зашевелилось сразу на голове от этого. То есть там в других местах, да, например, сказано, будет извержен. Ну, думаешь, ну, если он не извержен, то как бы ладно. То есть, да, грех, все. Но написано, поставленный таким путем, недействительный. И вот напомню ролик, там есть Игнатий Тихонович, там, тройная ложь в московской патриархии. Какой-то корреспондент там с тонким голосом брал у него интервью. И вот он как раз все очень хорошо рассказал, какой отбор, какая селекция была в епископы. Вот, то есть, ну, я не знаю, как. У меня нету просто слов, просто нет слов. Ну, вот и правильно. Игнатий Тихонович, по-моему, говорил, я не помню, он говорил, что вот если хоть там все равно где-то есть епископы, то есть и в московской патриархии, который хороший, ну, то есть, как должен, который Бог ведет. То есть, мы это не видим, мы не знаем этого. Ну, вот даже тот же, да, этот Сергий. Он, конечно, не был тогда епископом, священником был, по странам прошелся, по всем. Ну, я скажу так, он сохранился очень сильно в этой системе. Наименее был искажен. Потому что, действительно, Игнатий Тихонович, вот эту общину, принять с такой любовью, находясь внутри системы московской патриархии, я считаю, что это подвиг. Просто подвиг, то есть. Он ведь там, я уверен, противостоит очень сильно. Притом, он активно противостоит. Одно стоит вот это его заявление, ну, вот это ответ русской линии по поводу Игнатия Тихоновича. Прям капитально ответил. Не так, как они привыкли ответить. А я не верю. Вячеслав, прости, я не верю. Я думаю, что все-таки тут какая-то игра идет. Это мое личное мнение, побольше бацанай бог. Не веришь, не веришь, я веду, по факту-то бумага есть такая, которая силами, ну, так сказано было, что вообще. Ну, как так, без любви так не скажешь, тоже. Господь каким-то чудесным образом, да, какие-то людей подбирает, какие-то обстоятельства и так, так и все, и что остается нетронутым все. Хоть какая бы злоба была, все равно все остается нетронутым. Единственное, я верю в то, что Господь промышляет, это факт. То есть, в умом человеческим не понять эту ситуацию. Да, ты уже все ранее сказал, что это невообразимо просто. Да, для меня это одно из самого тоже явлений этих знамений того, что истинный путь там, ну, избран именно в общении. То есть, именно это поистине идут, потому что невозможные вещи творят. Вообще, если взять всю жизнь Игнат Тикныча, она вся невозможная. Аналогов нету в мире за 2000 лет. Господь Духом Святым дает нам различать голос пастыря от голоса Волга. Нужно просто прислушиваться. Да, сестра. Продолжим. Десятая глава, с 31 по 36 стих. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. И Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будущий человек, делаешь себя Богом. Это вот место для мусульман. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал вы боги, Псалом 81.6. То есть, если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание. А моли, которого Отец осветил и послал мир, вы говорите, богохульствишь, потому что я сказал, я сын Божий. То есть, вот это, и не может нарушиться Писание, это как бы железобетонно. То есть, он говорит, как обязательная вещь. То есть, Писание не может нарушиться. И как бы, потому что, и это знали иудеи. Мы должны это тоже всегда знать, что Писание не может нарушиться. То есть, если в Писании сказано, оно не нарушится. Так как, толкование, так как Господь сказал, что я и Отец одно, разумеется, по власти и по силе, и показал, что рука его и Отца одна, то иудеи сочли это за богохульство и хотели побить его камнями, за то, что он делает себя равным Богу. Господь обличает их и показывает, что они не имеют никакой благословенной причины к неистовству против Него. Но Ириация напрасно напоминает ему в чудесах, какие он совершает, и говорит, «Я показал вам много добрых дел, за которые из них хотите побить меня камнями». Они отвечают, «Мы хотим тебя побить камнями за богохульство, за то, что ты делаешь себя Богом». Он не отрицает этого, не говорит, что я не делаю себя Богом, я не равен Отцу, но еще более утверждает их мнение. А что он Бог, доказывает это тем, что написано в законе. Закон он же называет и книгу Давида, равно как и все Писание. Слова его имеют такой смысл. Если получившие обожение по благодати суть Боги, Псалом 86, и это не поставляется им вину, то какая справедливость, когда вы осуждаете меня, который по естеству Бог, которого Отец осветил, то есть определил на заклание за мир? Ибо отделенный Богу называется святым. Очевидно, когда Отец осветил меня, определил на спасение мира, я не равен прочим богам, но есть истинный Бог. Если же и те, которым было Слово Божие, то есть я, ибо я Слово Божие, и я вселившую с них даровал им сыноположение, если они суть Боги, то тем более я могу без всякой вины называть себя Богом. Я, который по естеству смою Бог и прочим дарую обожение. Да постадятся сих слов орияне и нестрияне, ибо Христос есть Сын Божий и Бог по существу и естеству, а не тварь, и дает обожение прочим, которым было Слово Божие. Они обожаются сам по благодати. Очевидно, он настоящий, настоящими словами отличает себя от обожаемых по благодати. И показывает, что обожение даровал им он, будучи Слово Божие, вселившись в них. Извините, обожение, ударение обожение. Да, да, обожение точно. Я читаю и думаю, что-то не то говорю. Обожение даровал им, будучи Слово Божие и вселившись в них. Ибо это обозначается словами, которым было Слово Божие, с которыми было, в которых обитало. Как же я богохульствую, когда называю себя сыном Божиим? Ибо хотя я нашу плоти и происхожу от потомства Давидова, но вы, не зная сей тайны и того, что плотское человеческое не иначе могло принять беседу с Богом, как только если он явится ему во плоти, как бы под завесу. Сейчас читаем внимательно комментарии Игнатия Тихонича Лапкина. Желая что-то более усилить, сделать более ценным для слушателей, Господь прибегает к сравнениям с самим собою, олицетворяя предмет или событие. Иногда это сказано как бы мимоходом. Однажды, однажды, но сравнение себя и название себя словом Божиим с событием выдающейся, пришедшей из рая, встречающего все семь с половиной тысяч лет истории человечества, «Слово», так говорит Господь, «слушайте Слово Господне», были как эпиграф, некий позывной сигнал, оставить все дела, споры и недоверия, внимать глаголы, исходящие от вечного Бога. Исайя 1.2 «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь Бог говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Отвергающий Слово Божие отвергает самого Бога. О, пастырь, что вы наделали, уйдя от Библии, вечного откровения вечного Бога? Все, что есть на земле, со всеми божественными и богослужебными книгами, со всеми храмами и кадилами, не стоит одной буквы Библии. Все звезды и все галактики не стоят одной буквы Священного Писания. Второзаконие 32.1 «Внимай, я буду говорить, «Слушай, земля, слова уст моих». Иисус говорит, «Я Слово Божие». Матфея 24.35 «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Марка 13.31 «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Лука 21.33 «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Целое тысячелетие кромсали и уродовали все, что исходит из Библии. И, наконец, полностью забыли о ней. Страшно читать историю русской Библии. Всего лишь в 1876 году Библия была переведена на русский язык. Были понимавшие важность Библии. Профессор Павский, преподаватель Духовной Академии, знающий древнееврейский язык, перевел почти полностью Ветхий Завет и размножил самостоятельно. Налитографировал 500 экземпляров своего чудного труда и раздал студентам, чтобы они могли понимать смысл Библии. Но церковное начальство Русской Православной Церкви узнало про этот криминал Павского и был дан приказ немедленно сделать розыск, найти все эти экземпляры и сжечь. Они были сожжены, а на самого профессора наложено строгое взыскание, как врага. Даже царь, даже митрополиты, понимавшие важность Библии, ничего не могли сделать, чтобы издать ее на русском языке. Люди убивали Христа и думали, что тем служат Христу. Евангелие 1.1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Христос говорит, Я Слово Божие. Когда мы говорим Библия, мы всегда должны представлять уста Христа, признащащие эти библейские слова. Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Христос говорит, Я Слово Божие. Вот у кого-то может есть какие-то комментарии. Час прошел занятий, можно пообщаться больше. Вопросы. Когда говоришь людям о необходимости изучения Библии, одни отмалчиваются, им это все равно, другие, более продвинутые, начинают заяснять, что вот Библия-то она неправильно переведена, там столько, много ошибок и вот такое прочее. Ну, короче, все отторгают вот это изучение священного писания. И никто ни разу не сказал, Ага, давай. Ой, я с удовольствием буду заниматься изучением священного писания. Никто. Вот. Либо молчат, либо возражают. Так. На самом деле вот такое. Так есть. Оно настолько надмирное, Слово Божие. Настолько мир далеко от этого, что он даже не воспринимает его. То есть это божественно. Я объясню, в чем еще загвоздка психологическая. Просто вот, ну и по семинарии вот опыта. Там, в принципе, нас так убеждают священники, ну и те же, они же и преподаватели, что в принципе, причащаясь и исповедуясь, и посредственно относясь к писанию, ну так, изредка почитывая его, там в храме слушая, этого достаточно, чтобы спастись. Понимаешь? А вот именно углубленное такое исследование писания, это для избранных, это для святых людей, которые там вообще продвинутые, там супер-пупер. Вот. И туда, ну, лучше не лезть. Вот. Понимаешь? То есть вот такая тема. Наряду с этим вот этот интеллект-вирус, еще раз повторю, что если ты с Библии носишься, ты протестант там, ну то есть как протестантствующий, какой-то такой недоумок. То есть как бы вот так. То есть, еще раз говорю, то есть они убеждены в том, что в принципе, минуя Библию, можно спастись. Соответственно, а Библия же напрягает, ну реально напрягает. То есть там надо в пролом становиться, там надо действительно работать над собой, серьезно. Оно к этому призывает Библия. А это зона комфорта, не хочется ее рушить. Когда я уже, еще раз говорю, убежден от епископов, от священников, что в принципе и без этого я могу наследовать царствие. Вот такая прелесть. Еще один момент. Виталий, ты ее сейчас подтвердишь. Библию, вот сейчас общепринято, в православии ее как бы очень показывают для людей, очень избирательно. То есть места Писания именно избираются и толкуются только в духовном смысле. То есть вот допустим, берется блаженный нищий дух, и вот это все там, они могут годами это толковать, это объяснять, какое-то смирение, хорошо все. Вот эти места, все это очень любят они. То есть это пожалуйста. Там другие места Писания, то есть все, что касается покаяния, все, что касается любви к ближнему, определенным образом все это толкуется. Как бы не точное исполнение Слова Божия. Вот они делают, что оно как бы не важно и не точно, не важно, как оно будет исполняться. То есть все в каком-то таком духовном смысле. Да, но как-то отвлечено, отвлечено от реальности, от жизни отвлечено. Даже вот изучая ее как бы вот в семинарии за партой, да, изучаешь ее и как будто, знаешь, как будто просто какую-то мифы Древней Греции читаешь. Одно из, в одном ряду стоит. Ну, мифы почитали там, буддизм почитали, иудаизм изучили, а вот и христианская Библию поизучали. Вот буквально вот такое отношение к этому. Какие-то, знаешь, сказки про белого бычаства, сказки к басне Крылова. Вот такое отношение, как бы, которое, ну, вообще не как тебя в реальной жизни, оно никак тебя не касается. Еще раз говорю, потому что и без этого можно, думают они спастись и убеждают всех и вся, что без этого можно спокойно наследовать царствие. А вот действительно, если бы без этого, подожди, вот если бы без этого, вот я вот сейчас, вот если бы реально без этого можно было бы спастись, я бы тоже так сделал. А зачем мне напрягаться? Зона комфорта, вот все нормально, ровно сидим, вкусно, сладенько кушаем, там все остальное прочее. Ну, в кавычках и без кавычек. Ну, да, конечно, вот даже тоже благовествовать, ну, это явно, благовествовать, идти на благовестие, да, ну, это как бы явно по сравнению, ну, в сто раз сложнее кажется, как если бы сидеть и там, как бы, угорять себя там, ну, заниматься там, уйти в горы куда-то. То есть, это отвержено просто. То есть, это самый легкий путь избирается. По самому легкому пути пошли, а не по пути прямому исполнения евангельских заповедей. Хотя, подожди, но он нелегкий, это нелегкий, ага, путь-то нелегкий, он пространный. Мы же видим, что происходит с тем же священством, в кого они, ну, вообще, в манкуртов каких-то мощных превращаются, в шизофреников там вообще, вот, все такое. То есть, это путь деградации, путь разложения. На людей смотришь, вот, и даже священников, ну, лица вот уже к старости такие наступают, у них лица такие становятся, что, ну, видно, что на грани человек. Тоже часто. Ну, и жалко в то же время. Ну, вот именно то, что слово Божие было закинуто куда-то, вот в этом весь вопрос. Потому что, он тебя, ты не обновляешься никогда. Ты никогда, у тебя нет обновлений, у тебя нету бесконечного источника, с которой ты черпаешь. Он просто исчерпан. ты черпаешь человеческих, вот эти, как говорит Господь, выбрали себе водоемы, которые не могут держать воду. Избрали себе водоемы, а меня, живого Бога, отвергли. То же самое издали. Да, да, да. И вот они причащаются в смерть, понимаешь, постоянно в смерть причащаются. Вот еще что страшно. Они думают, что вот, нам причастия этого достаточно, чаще исповедуй, чаще причащайся. Но все в смерть, в смерть и в смерть. И мы это видим. Вот. И Господь их обличает. И видим, что имени Его они, славу имени Божию они не ищут. Соответственно, все их благословили. Это и суть проклятия. Малахия, вторая глава, самое начало, с первого по третий стих. Люди причащаются, и многие не знают, что они принимают, тело и кровь Крестовая. Что это такое? Просто элементарных вещей люди не знают. Они вот глотают, что-то там, чулисто подают. А что это означает? Они понятия не имеют. И после этого сразу с некерсами заедают. Братья и сестры, вот как вы думаете, надо читать сначала Евангелие или Ветхий Завет, или что? Как начинать изучать Библию? Вот сегодня Ткачев вопрос задали. И он сказал, вы начните с Псалтыря, заучивайте стихи. Я понимаю, почему он так сказал. Я просто реально понимаю. Многие именно так и начинали, и так и делали. В принципе, совет-то хороший. Но мне кажется, читать можно, и надо и Ветхий, и Новый Завет читать. И мы так начинали, да? А так в Псалтыре он наиболее понятен. Он наиболее понятен. Он наиболее вот еще плотскому человеку так это хорошо. А потом его на духовный, когда переводишь, вообще уже... Ну смотри, Рахиль, надо читать так. Ты берешь какую-то книгу из Библии, и начинаешь по одной главе хотя бы в день читать. И, допустим, несколько глав. Какая-то глава из Ветхого Завета, а какая-то глава из... Точнее, какая-то книга из Ветхого, какая-то из Нового. И все и прочитываться будет. Ну да, я уже много раз прочитывала. А лучше конспектировать, потому что читаешь, когда не конспектируешь, это хуже. Надо еще делать все занятия и конспектировать. Допустим, от Фея начинаешь, и все, первую главу законспектировала. Тогда в голове все сложится. Проследовательность сложится. Вот это все тоже надо делать обязательно. Вот конспектировать я не умею. К сожалению. Конспектирование – это, по сути, систематизирование. То есть ты сама для себя систематизируешь то, что ты прочитала. А это нужно, чтобы как раз-таки не допустить всяких ересей и прочее. Потому что именно из-за недостатки систематизации вот этой в голове там все смешивается, путается, и все, человек отходит. Там только Святой Дух может распутать это. Да, постепенно все распротивляется по своим местам, по полочкам раскладывается. Я изучала, вернее, слушала Олега Стеняева толкование на послании к римлянам и конспектировала ее. В самом деле запоминается и понимается надолго. И вот то, что прочитано, то же конспектировано, надо в благовестии это использовать словами, говорить людям. Или вот нам вот ты вот тут прочитала, что-то познала, интересно, рассказала. И когда говоришь, это вообще запоминается навсегда. Витя, опыт, можно вот сейчас каждый может рассказать, как он делает, да и все. У каждого свой опыт, свой опыт. Ну, то есть вот, вот сейчас вот Валентина, да, рассказала, еще может сейчас кто-нибудь расскажет. У каждого свой опыт, как он читает. Лишь бы это питало, питало, питало и все. И я с Вячеславом присоединяюсь. Когда ты еще от руки пишешь, оно все, то есть у нас же в кончиках пальцев там представлено сознание, проговаривать слух, выражением, что все, места в сердце вожатся. Или которые к жизненной ситуации приложимы. Ну, это мой опыт такой. А вообще, я английский язык изучаю на основе Библии. Хочу курс создать на основе 50-го псалма. Ну, Бог, если благословит. Очень подробный курс параллельно и русский язык, и английский язык. Вот. Такой курс арфаэпи английской и русской. Ну, это как в будущем планирую. Я им сейчас занимаюсь просто время. Сейчас отец плохо отцу. И вот сейчас с отцом много времени уделяю. Виктор зовут. Благодарю за молитву, братья и сестры, что вот. Моя задача одна и упование и желание, чтобы он Христа принял. Это самое главное. Сколько там ему Господь позволит пожить, это уже все в руке Божией. Лишь бы он принял Христа как Спасителя и раскаялся пред днем. Я постоянно молюсь о нем, чтобы Господь его как разбойника принял. Аминь, аминь, брат, аминь, аминь, так и есть. Аминь. Иисус Новин 1,8 Да не отходит сия книга закона, то есть Библия, от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Видите, написано, смотрите, не отходит сия книга от закона от уст твоих. От уст. То есть то, что мы читаем, мы должны другим говорить. Она от уст не должна отходить. Поучайся в ней день и ночь. То есть и днем, и ночью мы должны поучать. Вот если мы будем исполнять Слово Божие, исполнять, должны в день и ночь поучаться. То есть и ночью чтобы в точности исполнить все. Вот ты к этому нас сейчас приучает, чтобы в точности исполняли Библию. В точности. Евангелие. Да, это для избранных, брат. Ты что, куда лезешь, в прелесть впадешь. Не надо туда лезть. Да, вот в точности. То есть Бога, богохульство начинается сразу же. То есть Бог дал правила, которые человека вводят в грех. Искушает Бог грехом получается. Смотри, обращаю внимание, от уст твоих, то есть через уста пропускай слово Божие, как это делал Игнатий Тихонович. Он много зайцев сразу убил, то есть он и благо сделал всему обществу Советского Союза, по всему Союзу распространилось слово, то есть для ближних старался. Сам себе огромную пользу тем самым принес, через уста свои пропуская там тонны, гигабайты вот это слов жизни. И вот он и стал златоустом из Потеряевки. Именно благодаря вот этому занятию, можно так сказать, и через уста пропускал слово Божие. Ну и да, его в этот семинарий-то не испоганили, он не учился в них. А тут вот, допустим, даже вот это место, я знаю, как семинария может опровернуть то, что вот о том, что надо другим говорить. Она скажет, в семинарии научат, знаешь, как сказано от уст твоих, скажет, в то время люди про себя никто не читал, но все, кто читал, устами читали. То есть в то время такого вообще не было про себя читать, как сейчас мы читаем. И вот тут говорит Господь, что надо просто вот читать, значит, от уст твоих, это значит просто читать, потому что тогда и не было другого варианта. ученые нормальные, честные ученые доказывают, что чтение про себя это пагубное чтение, это чтение, которое рушит все, ну то есть идет деградация и сознания, и деградация речевого аппарата и все остальное прочее. Честные ученые свидетельствуют об этом. Чтение про себя это ущербное чтение, это чтение какого-то такого забитого человека, который там стесняется, который вот боязливого, это участь боязливых, ну так вот можно, я утрирую немножко, конечно, но что-то в этом есть. Но оно раздвояет то внешне и внутренне человека, оно делает, раздвоение личности создает, у тебя одно внутреннее, а внешне отстает, не соответствует и потом вообще разделяется, так как уже речевой аппарат отошел, уже не может произносить, уже все, не натренирован, а умственное у тебя там идет, и в итоге вот это все в духовном смысле начинает пониматься только, а все внешне отпадает, и в итоге все, одно внутреннее дело не в горах, вот от этого. Я читаю достаточно много, но очень мало говорю, и поэтому я страдаю косноязычием, я не могу выразить свою мысль четко, вот, но при письме я это могу сделать, потому что я сижу обдумываю, а вот так лицо построить я не могу. Вот я так же, сестра, вот точно так же, я когда пишу, я могу когда пишешь, вообще очень много, а когда сказать, это тоже барьер стоит. поэтому надо практиковаться, благовествовать, надо общаться. Заметь, раньше вот царь в дневнике пишет, они часто очень друг другу читали ту же Библию, еще какие-то книги, слух домочадцам своим садились и там у камина или еще как и читали. Поэтому я вот за то, чтобы допустим молитвами когда читали, мы по очереди чтобы выбирали людей, назначили даты, по очереди читают кто-то молитву. То есть в один день, один, второй день, чтобы у каждого развивалось это. Каждый мог во-первых молиться при всех, когда на него внимание. Каждый мог читать Библию при всех. Это очень нужно. Просто надо чтобы люди подали заявку кто-то готов этому делать. вот все мы туда график составим в такой-то день и он такой-то день следующий в третий день и следует здорово классная идея вообще здорово мощно вот сейчас когда закончится занятие напишите пожалуйста кто у кого есть имеется ввиду для этого там камера там микрофон кто будет участвовать в молитве и мы составим график и будем молиться вот по вечерней молитвы у меня на канале будет по графику потому что ну я то читаю читаю но польза другим от этого надо самому тоже и мне хорошо послушать иногда хорошо послушать и тоже очень внимательно как бы молишься и самому надо чтобы внешние факторы не влияли на человека никак Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok За радость встреч наших и общения Молим Тебя, сохрани нас в истине Твоей Будь Ты овцами Твоими И всегда слышать Слово Твое И отличать его от слова лжепастыря Благодарим Тебя, Господи, за все и молим Распусти нас с миром Даруй, Господи, чтоб жизнью нашей прославлялось имя Твое Святое Благословен Ты, Господи, и Тебе мы славу высылаем Отец, Сын и Святой Дух Аминь 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 Спасибо, Христос Аминь Аминь Слава Христос